По состоянию на январь больше 11 тысяч жителей Хакасии оказалось в списке ожидания на бесплатное протезирование зубов. Если и раньше очередь продвигалась небыстро, то пандемия окончательно усложнила ситуацию. Так, в прошлом году услугой воспользовалось всего 619 льготников, а жители Абакана и Черногорска и вовсе не смогли ее получить. Контракты были заключены, но потом расторгнуты в связи с тем, что граждане, которые подлежат зубопротезированию, попадают в зону риска. То есть это граждане уже 65+. Напомним, на зубопротезирование за счет республиканского бюджета могут рассчитывать ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, лица, подвергшиеся репрессиям, почетные граждане Хакасии, люди, обладающие большим трудовым стажем, пенсии которых ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного для пенсионеров. В нынешнем году в региональном бюджете на эти цели заложено около 60 миллионов рублей, что позволит охватить больше полутора тысяч льготников. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, на сегодняшний момент 11 отделений управления социальной поддержки населения заключили контракты на общую сумму 25 миллионов рублей. Мы, конечно, в этом году должны приложить все усилия, чтобы эта категория на наших граждан положенную льготу получила. И вот то, что у нас сейчас происходит все-таки с затягиванием сроков, я понимаю, что есть опять же объективные причины, но сроки надо однозначно сокращать. Процедура зубопротезирования может занимать до нескольких месяцев. Поэтому Валентин Коновалов потребовал от органов социальной поддержки не затягивать с заключением контрактов. Оскар Артамонов, Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС.